Россия должна, на мой взгляд, после Крыма признать Приднестровье и предложить Приднестровью провести еще один референдум о воссоединении с Россией. А другого пути нет. По-другому защитить Приднестровье нельзя будет. Нельзя. Только таким путем мы можем защитить Приднестровье. Да, мы признаем, и Приднестровье, как республика автономная, ассоциируется, входит в состав России. Тогда мы готовы защитить и должны защищать уже как свою территорию. Другого выхода нет. Иначе мы потеряем Приднестровье. Это заявление директор РИСИ сделал на пресс-конференции уже после открытия Днестровско-Прудского центра в Тирасполе. Теперь сотрудничество российских и приднестровских экспертов вышло на новый уровень. И на это взаимодействие возлагают большие надежды, как в Москве, так и в Тирасполе. Открывается центр, который очень важен для Приднестровья, для всего научного сообщества. Центр, который будет заниматься соответствующими исследованиями и будет оказывать помощь и поддержку в выработке научных рекомендаций в тех или иных направлениях, которые очень важны для Приднестровья. Это расширение и укрепление нашей научной базы в целом, потому что на базе нашего Приднестровского государственного университета появляется новая дополнительная возможность контактировать с авторитетными и советскими центрами Российской Федерации. Открытие такого центра в республике говорит не только об укреплении связей на экспертном, но и на межгосударственном уровне, считают политологи. По их словам, это будет способствовать развитию интеграции Приднестровья в евразийское пространство. Россия все больше и больше проявляет интерес к нашему региону, открывая в том числе и такие центры, как ОНО «Евразийская интеграция», «Центр РИСИ». Через этот центр в России будут также вырабатываться определенные заключения, экспортные поддержки того курса, то есть какие-то рекомендации, которые необходимы будут для дальнейшей интеграции Приднестровья. Российский институт стратегических исследований – один из главных информационно-аналитических помощников высшего руководства России. В определенной степени, благодаря исследованиям РИСИ, корректируется внутренняя и внешняя политика Кремля. С Приднестровьем российские эксперты сотрудничают уже давно. Днестровско-прудский филиал – результат этого взаимодействия. Открытие дополнительных научных организаций способствует не просто декларациям о том, что мы пророссийские. Мы действительно активно сотрудничаем. Мне пришлось, к счастью, пообщаться с их представителями. Они очень позитивно настроены, очень оптимистично настроены. Они совершенно по-новому, свежим взглядом смотрят на происходящее событие. И постоянное нахождение именно в Приднестровье будет все-таки более качественно отражаться на результатах исследований. Эксперты РИСИ будут изучать обстановку в различных сферах не только Приднестровья, но и Молдовы, Украины, Румынии. Почему центром был выбран именно Тирасполь, становится понятно с первых минут пресс-конференции. Это восьмой центр, который наш институт имеет на территории Российской Федерации. Извините за то, что я считаю, что Приднестровье в определенной степени тоже является территорией Российской Федерации. По крайней мере, по связям, по настроениям. Мы все русский мир. Вот в этот момент, мне кажется, надо сплотиться вокруг руководства Приднестровья. У него, поверьте, все эти беседы показывают правильное понимание ситуации. Во многом благодаря Российскому институту стратегических исследований удалось прорвать информационную блокаду Приднестровья, считают дипломаты. В России и многих других странах мира узнали о реальном положении дел в нашей республике. Центр РИСИ в Тирасполь, министр иностранных дел, назвала российским экспертным посольством Приднестровья. У нас ждет очень много больших и малых проектов, особенно в контексте наших с нами евразийских устремлений. И не могу не отметить, что чуть больше, чем два года назад президент Приднестровья на конференции, которую проводил РИСИ в Москве, заверил тогда экспертное сообщество России о том, что мы будем проводить у себя евразийский курс. И понадобилось немного времени для того, чтобы совместно с представителями Российской Федерации, руководством России, экономических группов, мы сделали первые уверенные шаги в этом направлении. Эксперты РИСИ в Приднестровье в первую очередь будут изучать политическую, экономическую и социальную обстановку, также заниматься и гуманитарными вопросами. На пресс-конференции отметили, на ближайший год уже сформирован четкий план деятельности Днестровско-Прусского центра. Станислав Стоянов, Сергей Василев, проект «Точка отчета».